для сушки гериция я использовал мансардное помещение без каких-то электрических сушек вот прошлый раз мы делали контрольное взвешивание сырого материала сейчас мы этот материал соберем то что высохло здесь вот приблизительно у нас получились вот такие пришлось измельчить грибы толстые чтобы они быстрее высыхали но сейчас они уже просто высохшие полностью внутри очень сильно напоминают древесную структуру вот даже у них такие внутри кольца кольца роста на деревьях вот так она выглядит ганадерма или трутовик лакированный в сушеном виде сейчас мы сопоставим сколько у нас получилось сухого материала с кей грибов по сравнению с предыдущей значит по сравнению с тем как они весили в мокром виде вот приблизительно такое количество у нас получилось и сейчас будем взвешивать так здесь у нас как вы видите старинные весы то есть это вес подноса и помещаем сюда поднос с грибами итак смотрим что у нас получилось так нужно будет сравнить предыдущем видео точно я не помню если я не ошибаюсь там 1860 грамм было сырых грибов только собранных и здесь у нас сухом материале получилось 390 грамм вот там внизу в комментариях я сделаю расчеты и там напишу какая потеря веса у нас относительно сырых и сушеных грибов сколько потеряла веса то есть здесь 390 грамм а было 1860 давайте рассчитаем сколько какой вес потерялся при сушке ну тут меня удивило при сборе там где касались вот именно этой части где выделяются споры вот гонодерма выделяет такой вот интересный сок он потом засыхает вот трутовик лакированный да он потом засыхает и образует вот такой делается как лак действительно лакированный вот здесь немножко сок потек и вот такие видно лакированные участки так сейчас мы произведем расчеты относительно сушки попробуем его измельчить и приготовить из него чай к сожалению камера не передает запаха большому сожалению но я вам скажу запах очень удивительный хороший что-то даже напоминающий белые грибы запах сушеных грибов вот так я скажу очень такой приятный удивительно приятный выраженный грибной запах сейчас попробуем это измельчать и попробуем это употребить в виде чая при попытке измельчить рейши вот таким вот способом нас постигла вот такая неудача сломались ножики грибы очень твердые и в основании вообще у них древесная можно сказать структура как дерево а там где зона роста напоминает пробковое дерево как пробка ну не советую вам по этой же причине вообще пробовать это все сделать на каких-то электроприборах то есть мясорубках электрических потому что я вам точно гарантирую что вы испортите сам прибор потому что она будет застревать между ножиком и пластмассовой значит вот самой емкостью которая это все делается имеется ввиду комбайн и скорее всего вы просто его испортите или что-нибудь обязательно сломаете поэтому мы пойдем другим способом если гора не идет к Магомету то зачем Магомету эта гора зачем нам в принципе это все приводить в этот какой-то такой как сказать фетишно воспринимаемый порошок зачем нам этот порошок если мы можем спокойно в себе в какой-то такой форме измельчить вот эти грибочки и заварить их просто-напросто как чай сейчас мы определимся с дозировкой весим какое-то количество и и сделаем заварку чая да вот такой еще интересный материал относительно взвешивания вот запустим весы и вот для примера вот показываю как выглядит вот такой вот сросток рейши или гандарма и попробуем его взвесить 26 грамм весит вот такие сросток два гриба можно сказать вот еще один вариант немножко так поменьше взвесим этот вариант это у нас получилось 22 грамма вот приблизительно такое количество это 22 грамма вот ну и у нас тут получилось какое-то чуть-чуть что-то там удалось немного измельчить сейчас попробуем взвесить вот здесь есть 14 грамм ну вот для старта мы попробуем сделать заварить вот этих 14 грамм на 200 миллилитров воды то есть не 200 это 12 грамм вот приблизительно 10 грамм мы попробуем 10 грамм заварить 200 миллилитров воды и сделать вот этот грибной чай и попробовать какая это ганадерма на вкус так вот емкость берем ровно 200 миллилитров воды и немножко больше ровно немножко больше ну то что пойдет на упаривание и сами грибы возьмут в себя воду для того мы берем немножко больше для того чтобы у нас получился ровно 200 грамм вот этого отвара это даже если делать вытяжку водяную на травах то есть на стойку и заваривать то все равно нужно дать немножко воды потому что какое-то количество выпарится в процессе завара так помещаем сюда 12 грамм грибов и отправляем это нагреваться на плиту вот такое количество гриба это приблизительно как мы видим 12 грамм так вот это 12 грамм застало это дело меня за некоторыми размышлениями значит рейши вот здесь я буду заваривать впервые а вообще грибы варю не первый раз и появились у меня такие размышления если бы например я варил или готовил белые грибы или любые другие другие сушеные грибы то я бы наверное поступил немного по другому я бы для начала эти грибы залил бы кипятком чтобы они немного настоялись а потом очень короткое время довел бы их до кипения в принципе я не думаю что нужно нарушать как-то этот процесс приготовления и наверное сделаем вот таким вот образом что помещаю-ка я вот эти грибы вот в эту емкость сейчас наполню ее кипятком в принципе мне даже будет интересно посмотреть как это все будет набухать менять цвет и так дальше а потом после отстаивания какого-то времени заварю это все в кастрюлю вот здесь происходит настаивание нашего вытяжки из гонодермы из рейши наблюдается красивейший такой цвет ярко такой коньячный я бы так сказал интересно сейчас какое-то это будет на вкус мы сейчас проведем органолептический анализ а это закашивается посуда для культур такой вот нестандартный промышленный способ закашивания так можно в принципе сделать пробу этого пока настойки вот такой вот какое-то количество возьмем настойки и попробуем что он из себя представляет пробуем ну запах абсолютно нормальный грибной запах ничего особенного запах грибов на вкус как и следовало ожидать ярко выраженный такой вот грибной вкус но естественно с таким горьким очень значительным горьким вкусом что-то полынь вообще напоминает сейчас попробуем с первого раза что-то не распробовалось не вообще вообще вкусно вкусно только немножко с таким горьковатым послевкусием которое портит очень общее впечатление но это еще без заваривания давайте наберемся терпения мы это все сделаем заварочку этого чая и уже попробуем действительно его на вкус